Коста-Бланка вообще особого внимания заслуживает рассказ о Коста-Бланке. Много говорить не будем сейчас, но любой человек о Коста-Бланке может найти в интернете, в любых публикациях, более подробную информацию по Коста-Бланке. То есть Коста-Бланк у нас от Картахины до Дайни, да, примерно? Вот эта зона, все побережье. Его особенность в двух словах, если так сказать, ее особенность этой зоны, климатическом отношении, именно, что влияет на климат, да, климат здесь идеальный. Он идеальный по той причине, что создается такой микроклимат за счет того, что, вот если вы обратили внимание, если не обращали внимание, обратите. Вот Коста-Бланка, вот по карте, даже если смотреть, от Дайни до Картахина, примерно, до Лос-Алкасареса, точно. С севера идет гора, то есть горы, да? Побережье моря ограничиваются в определенной ширине горами с севера. То есть вот это климатическое, вернее, такое геофизическое такое положение, геологическое положение, ситуация дает микроклимат здесь. То есть, по-другому, другими словами, значит, летом не так жарко, как в других зонах, где степь, допустим, да, где ровно, по той причине, что горы опять задерживает с материка вот этот сухой, жаркий воздух, да? И вот именно в этой зоне, где откусываются горой, микроклимат создаётся за счёт моря. Море компенсирует вот эту жару, морской воздух. Зима опять то же самое, по такому же принципу, по этой же причине, не так холодно. Вот обратите внимание, там снег выпал, тут даже на юге бывает, что холоднее, чем здесь, да? Потому что именно, опять же, по этой причине микроклимат создаёт море. Не опускается ниже пяти, трёх, может быть, там, где-то на севере Дени, может быть, там, самая минимальная температура, плюс три, может быть, да? Изредка бывает, там, раз в десять лет, может быть, до минуса, до нуля, вернее, доходит. Это самое суровое время. А так, постоянный климат, постоянная температура. Вот по климату именно, особенно европейцы, это уже понимают, у них более открытая, может, информация. Естественно, Европа всегда жила в Европе, да, в отличие от наших советских граждан, так назовём. Естественно, эта информация всегда у них была доступнее, чем нашему народу в Советском Союзе, которые жили, да? Но последние десять лет, наверное, наш народ тоже уже больше узнаёт, узнал, вернее, о Коста-Бланке, и едут сюда уже и наши соотечественники тоже. Именно, в первую очередь, я думаю, что по условиям климата. Это для человека очень важно. Для любой жизни это очень важно. Это вот первая причина, я считаю. И здесь, опять же, из этих соображений Европа, Евросоюз в своё время опубликовал даже это. То есть оставили Коста-Бланк как курортной зоной для всей Европы. Здесь никаких промышленных предприятий нет, вредных. Ничего не строится здесь из промышленных таких вредных производств. То есть только, может быть, вот ближе уже к горам там где-то или за горами какие-то строительные материалы завода. Кирпичники там, может быть, да, плиточные заводы. А так никакой химии, ничего абсолютно нет. Ну и агропромышленность. Выращивают свитеры свои и овощи. Всё, никаких вредных производств здесь нет. Это курортная зона. Вот по этим основным причинам, наверное, едут сюда очень много. И из Европы едут, и наши люди едут. Ещё, может быть, и по этой причине, что спрос большой в этой зоне, естественно, и спрос на покрывать, и строителей, таких как мы, очень много тоже. И строят много домов, очень много домов строили и строят, и сейчас снова начали строить. Вот во время, во время кризиса немножко затишье было. По той причине, наверное, цена ещё не такая дорогая, скажем, как в других местах, как в больших городах, как в Барселоне, да. То есть много очень строится. Несмотря на то, что большой спрос тоже хватает. Рынок такой стабилизированный. Ну, я скажу так, что не такая дорогая цена для такого места расположения. Как на ладони ты видишь спереди дома, на террасу видишь, как на ладони море, сзади тебя такая гора стоит. И воздух просто идеальный. По этим причинам, вот, пожалуй, цена для этих домов, которые здесь есть, не такая уж большая даже. Но, опять же, надо подчеркнуть, что в этой зоне, вот именно в центре, в центральной части, вообще в старой части этой урбанизации, новых построек практически нет. Вот последние годы начали вот здесь реставрировать новые, то есть старые дома реставрировать. И уже как в виде нового дома они выглядят. Вот, поэтому уникальный дом, уникальное место, комфортный дом, качественный. Еще такой вопрос. Вот даже по нашему примеру, вот как мы и мои друзья, много здесь моих друзей, которые приехали и остались навсегда. Даже те, которые не остались навсегда, которые купили здесь дома, но они очень часто приезжают. Поэтому я первый дом купил в 94-м году еще. Просто купил и оставил, ну, на всякий случай, у меня сын болел, астмы. И по этой причине нам необходимость такая была на море побывать почаще. И потом уже переехали в 2000-х годах, насовсем. И я никогда не думал, что... Никогда мысли не появлялись, чтобы возвращаться обратно. Не по той причине, что там в России плохо, да, в Москве плохо. Наверное, по той причине, что здесь комфортно для жизни. Свежие морепродукты, свежий воздух, суеты нет, законы, стабильная жизнь. Законы не такие, как у нас, допустим, как у нас говорят, закон не дышло. Куда повернул, туда вышло, что ли, что-то такое, да, есть? Здесь такого нет, сами понимаете. Если законопослушно жить, быть законопослушным гражданином здесь, очень комфортно жить. Вот, ну, что еще? Всегда есть чем заняться любому человеку, я скажу, при желании. Если есть какой-то капитал для старта, там, любого бизнеса, пожалуйста, любой бизнес. Здесь, по сравнению, даже по сравнению с другими зонами Испании, да, пожалуй, здесь, вот именно из-за того, что здесь туристов очень много, да, круглый год туристы. Уже раньше, в основном, летом, в сезоне бывали, а сейчас есть зимой. Очень много туристов, по этой причине обуслуживающий бизнес, сервис, в области сервиса бизнес вести. Начиная вот от строительства, уходом, ремонтом домов, кафе, рестораны, любой бизнес, который вот востребован, в любом бизнесе можно начать. То есть тебя никто не будет пол выдавать, как в других странах, например. Может быть, одна из причин была как раз вот этот фактор, да, то есть, переезжая сюда, я понимал, что надо будет чем-то заниматься, бизнесом, бизнес какой-то наладить. Естественно, это мне проще было, потому что я и в Москве строил до переезда сюда, и, то есть, я строитель. И здесь легко это было начать, ну, не скажу, что так прямо, легко, язык надо знать, законы знать надо, вот эти сложности есть, но, тем не менее, при желании нет никаких таких непредалимых препятствий. Для человека, который профессионал, который имеет какие-то возможности в материальном плане, может любой бизнес начать. Ну, естественно, надо не поддаваться каким-то там эйфориям, не поддаваться каким-то там неправильным информациям, да, разные есть. Люди тоже, не сказать, не скажешь никак, ни про какую страну, ни про какую местность нельзя сказать, что это идеальное место, да, то есть, везде люди, люди, они везде разные, и менталитет отличается тоже. Но в этом плане здесь, конечно, более спокойно, но, опять же, бывают люди, которые не совсем правильные. Поэтому надо очень осмотрительно доверяясь каким-то местным людям уже, каким-то адвокатам или юристам, чтобы все законно делать, чтобы потом не обмануться. Это небольшое вот отступление про то, что, как начать жить здесь, если, например, желание будет постоянно жить здесь. Ну, а если просто так прилетать при любой возможности, отдохнуть, понаслаждаться всеми этими дарами здесьшних мест, с ситуацией всей этой, это очень большое дело тоже. Вот, что еще можно сказать? Почему именно Испания, да, потому что это самая лояльная, наверное, страна пока в Европе. Не пока, а всегда было по этой причине. Вот, наверное, я выбрал Испанию, хотя была возможность и других стран тоже начать это дело. Такой же бизнес. Но именно то, что вот климат, то, что менталитет похож на наш тоже очень. Ну и вот лояльный очень. Ну и обязательно подчеркнуть толерантность народа. Народ очень терпеливый, очень вежливый, доброжелательный. Ни одного такого народа я в Европе не встречал. По Европе везде почти я бывал, бываю. Те же итальянцы гостеприимные, но они жесткие тоже. Французы вообще. То есть это мое мнение, конечно. Здесь вот мне нравится очень по той причине, что толерант народ. Поэтому и начинать было проще здесь, легче бизнес и жизнь. Вот, пожалуй, и из тех, кто со мной приехал в те 90-е, в конце 90-х, еще ни одного человека, ни одну семью я не встретил и не слышал, что они обратно уехали в Россию или там на Украину, или в Белоруссию, или куда-нибудь еще. Все как приехали, так и остались. Каждый свою ниша, каждый свою работу нашел. И никто не собирается даже выезжать. Даже рабочие во время кризиса, которые потеряли работу, и те каким-то образом постарались остаться здесь, прижиться. И правильно сделали. Кризис прошел, сейчас просто востребована их работа, их руки. Поэтому это говорит о том, что никто не жалеет о том, что сюда приехал. И вот, в принципе, наверное, небольшой обзор вот такой. Именно почему здесь. Ну, Коста-Бланка, я уже сказал, почему, да, именно в этой зоне, да, можно же было жить по всей Испании. Ну, здесь комфортные климатические условия. Ну, и для бизнеса. Для моего бизнеса очень соответствующее место. Вот, что еще добавить? Ну, о морепродуктах, о свежих продуктах, о качественных продуктах. Наверное, все знают. За этим очень следят. За качеством, особенно в этой зоне, за качеством продуктов и вообще за качеством жизни. Это очень важно, потому что 70% бюджета, это звано, от туристов, от туризма. И, естественно, это, опять же, подталкивает на то, чтобы следить за качеством жизни здесь. То есть, туристы должны быть довольны, да. Вот. Ну, если я скажу так, что мне очень, все, все очень нравится. Это, наверное, может банально звучать. Ну, вот так оно и есть. Как бы ни было, но мне здесь жить и жизнь нравится. Поэтому мы и кризисы все пережили, и дальше работаем, и дальше живем. И если какие-то обстоятельства только политические или там какие-то другие обстоятельства не вынудят нас уехать в Россию и обратно, я бы здесь жил дальше. Спасибо вам большое. В принципе, вот. Также рекомендую всем желающим, у кого есть возможность осмотреться, прислушаться к тому, что я сказал, ну и принять решение. Сначала приехать, отдохнуть. Да, да, конечно, обязательно надо сначала поездить, отдохнуть, осмотреться, поспрашивать, вникнуть во все. Потому что выбор места жительства или там, тем более, недвижимости, тем более, такой дорогой недвижимость, недешевый, скажем, для среднего уровня. Для кого-то, конечно, это дешево очень, но для среднего уровня это недешевый уровень цены. Поэтому надо сначала осмотреть все внимательно, все хорошо подумать, потом только принять решение. Продолжение следует... Продолжение следует...